Каникулы дадут для этого досуг. Новый политический год, став очень тут же старым, начался 24 сентября, когда тандем объявил, что Путин возвращается. До этого еще были надежды, что будет второй срок Медведева, и тогда, хоть и кривая, но какая-то линия на либерализацию приведет к выборам, более-менее похожим на человеческий через 6 лет. Но эта система, она не способна мельцоваться, она способна только повторять себя, только застой. Поэтому, собственно, изменилось настроение людей, даже те, кто признательны Путину за 2000-е годы, они не хотят их повторения в 2010-х. Хватит, видели, все, надоел, надо двигаться дальше. Путину власти 12 лет, еще 6-летний срок будет 18. Ровно столько длилось правление Брежнева, оно оказалось бесконечным. Путинский 12 лет, вот нынешний стаж, это Брежневский 1976 год, когда начались вот все эти звезды-герои, демаршинские звезды. И Брежнев превратился в обыденном сознании только в героев-анекдотов. Ровно такое сейчас отношение к Путину в интернете. Я уже говорил, повторюсь, вот как сейчас издеваются над очередной демонстрацией путинского ТОСа, так тогда, 30-х, там, с лишним лет назад, издевались над очередной звездой-героя Брежнева. Вся только разница, что один, значит, сейчас раздевается, а другой тогда одевался. Но эпохи Путин-2, это, конечно, не на одну срок. Уж если сейчас нет альтернативы, то через 6 лет и более не появится, когда все давным-давно закатывается. В Европе, кроме России, только Белоруссия полностью зависит от властолюбия и состояния здоровья одного человека. Вот в какой компании мы оказались. Мне в ЖЖ написали, до чего докатилась страна, если единственное требование населения к власти – честность. И власть, если собирается сделать какие-то тут шаги, то считает, что она идет на уступки. Ну ладно, Путин не боится войти в историю в Брежневом 21-го века. Людям-то что делать? Меня еще просили озвучить воздух. Мы не оппозиция, мы народ. Вот озвучивают, плюс один. Это власть себе придумывает симулякру. Вместо народа – народный фронт. Вместо общества – общественная палата. Отобранные через эти самые президентские фильтры. Зато сейчас осенью Россия вышла на первое место в Европе по числу пользователей интернета, а национальный лидер надменно заявляет, что он в интернет никогда не заходит. Конечно, при такой ситуации можно считать официальные выборы, результаты их. Предпочтениями, политическими воззрениями россиян. Если за народ считать народный фронт, так можно поверить и в 99,5% Единой России. Я правда не вижу другого пути, кроме объединений избирателей. То есть граждан, голосующих сознательных. Вот хоть через Фейсбук объединение. Я, ты, он, она и того 400 френдов решили, что вот он запишется на тренинге, будет наблюдателем, она юристка, будет иски подавать. Этот связывается с другими энтузиастами, скоординировается на уровне района, города. Если будет такой напор снизу, то общая структура сверху быстро сама появится. А напор снизу он зависит от понимания того, что есть что терять. Это назначенная элита путинская, это номенклатура партии жуликов и воров, они единственные выгодополучатели от бесконечного сохранения статус-про. Среди их распинов и откатов с этого всевласти чиновников, беспредела силовиков, миллионы людей не получают шанса на самореализацию, на карьеру, на интересную достойную работу, достойную оплату. И все это среди разъедающей, расплевающей лжи и приспособленческой, вот в точности, как в поздние брежневские годы. Высоцкий про этот паску 70-х еще писал, что мы тоже дети страшных лет России, безвременье вливало водку в нас. Ну, конечно, Россия исчерпала лимиты на революцию, да, не дай Бог, но ведь и лимит на застой исчерпан, ведь уж тогда действительно отстанем навсегда. Так что с Новым Годом, и чтобы он был действительно новым, а не старым. Спасибо. Друзья, у нас было сегодня еще видеообращение, это сейчас живое выступление. Субтитры сделал DimaTorzok